Итак, переход от Лиможа. Кстати, интересно, что еще у нас есть один аргумент в пользу того, что здесь не без ведьмы, не без Бабы-Яги, потому что эта мартелата соответствует окончанию мартелата в Бабиге. И тут это тоже переход к следующей пьесе. И тоже атака. Вот, кстати, вот еще один аргумент в пользу того, что здесь и явно это связано со стремительным полетом. То есть, вот это... Это вполне, так сказать, можно воспринимать, как полет, так же, как и это. И так далее. Так вот, у нас вот это последний, последний взлет. И, кстати, так же, как в конце Бабы-Яги восхождение, причем хроматическое. Вот, слушайте, да, действительно, вот аргументация, что здесь у нас появляется Бабы-Яга в обличии, как оборотень, в обличии ведьмы. Сюда и попадает, естественно. Только там, здесь она попадает в ад, в подземное, вот разнонаправленное. А в конце Бабы-Яги попадает в небесный Иерусалим. А здесь в подземное царство, да, в царство смерти. Здесь в катагомбах, смотрите, в катагомбах написано «Ляргу» на три четверти, но с ферматами. И здесь у нас будет несколько задач. Во-первых, времени. Во-первых, здесь мы должны попасть вне времени, при этом сохранить все-таки временную организацию, да. Катакомбы, напоминаю, сепулькром-романом, это римская гробница, это под Парижем. Не в том смысле, что под Парижем, в смысле в пригороде Парижа. А в самом Париже, в катакомбах парижских, эти остатки римских катакомб, где, кстати, жили первые христиане, но которые вообще-то сделали солдаты чуть ли не Цезаря. Ну, по крайней мере, одного из Цезаря, одного из императоров. Сейчас я точно не помню какого, может быть, даже и самого Юлия Цезаря. Или августа. Надо посмотреть. Вот. Так что у нас здесь еще латынь, причем латынь, вот здесь у нас латынь, которая нас отсылает к латыни Римской империи. Это у нас какой уже язык получается? Это у нас, получается, пятый язык. Да. К латыни Римской империи и первых христиан. И вот, собственно, вот эти две латинские фразы, их, наверное, филологи могут их даже вполне, так сказать, мы можем посмотреть, в какое конкретно время это могло быть. Я предполагаю, что так. Что, с одной стороны, это отсылает нас к Парижу, а с другой стороны, к временам Цезарей. А здесь, а здесь все-таки, наверное, все-таки к временам тоже Цезарей, но уже первых христиан. Вот. То есть там, вероятно, речь идет о где-то первом веке до нашей эры, а это уже первый век после нашей эры. Вот. Условно так, можно сказать. В любом случае, это фантастическая ситуация. И вот мы попали сюда. Я предлагаю здесь совершенно спокойно сидеть сколько угодно, пока не стихнет эта сида. Теперь давайте смотреть, какая здесь удивительная педаль. Вот я потом, вот я еще здесь, пока у меня есть, потом я на соль на пианисима прохожу. Мольта мистериоза. Не просто, а мольта мистериоза. Мы должны здесь совершенно мольта мистериоза. Поэтому лонга. Лонга. Мольта мистериоза. Мистериоза. Пришли сюда. Потом здесь гениально мусоргским написано крещенда, которая имеет психологический характер. Для этого мы должны чуть-чуть, чуть-чуть тронуть. Причем я здесь еще сижу. Можно даже не менять. Можно вот здесь. Понятно, что здесь педаль есть. Педаль здесь можно даже не менять. Если сыграть, если мы сыграли это долго, очень длинный ферматор, абсолютно. Вот такая, бесконечная, почти бесконечная. Попали вне времени. В ловушку вне времени. В ловушку смертельной вечности, так сказать, вне временной. Вот. Сюда. И не боимся этого. Я имею в виду, как исполнители не боимся, естественно. Пусть боятся слушатели. Потом пианиссимо. Пианиссимо здесь тоже длительное. А потом чуть-чуть крещенда, чуть-чуть вот здесь, правой рукой. И вот здесь очень интересная педаль. Я вот здесь взял педаль. Здесь не меняю. И самое интересное, что здесь я не меняю. Не меняю. Это специально важно. Меняется только здесь. И тогда у нас выплывает это. Тогда у нас действительно фантастическое звучание. То есть вот отсюда берем педаль. От соль пианиссимо. Немножко. На той же педали, глубоко утопленной. Внутреннее крещенда и удар. На той же педали. Не дергается нога. Та же педаль. А здесь уже считаем. Раз. Два. И три. И пианиссимо в басу. И тогда выплывает. Смотрите. Еще раз. Здесь длительная педаль. Длительная аффирмата. Но не такая, как в начале. Самая длинная в начале. Потом чуть-чуть здесь. Крещенда внутренняя. И здесь начинаем пульсировать. Раз. Два. Три. Тихий до диез. И здесь меняем. Нет, слишком громко взял. Все, еще раз придется. Еще раз придется. Здесь педаль. Здесь педаль. Сейчас педаль показываю. Та же педаль. Тихонечко. Я карандаш из того, что держу в левой руке. Я все никак не могу нащупать. Чуть-чуть до диез беру. Вот. Меняю педаль. И выплывает аккорд. Можно еще лучше сделать. Чтобы было слышно септима. Смотрите. Удар на той же педали. Два. Три. О. Вот. Выползает. Нажал. На ту же педаль. Следующий аккорд. Форцантиссимо. На ту же педаль. Пианиссимо здесь. О. Нажал. На ту же педаль. Удар. Р. И опять длинная. Опять длинная. Вот выписанная педаль, друзья мои. Вот она. Здесь я ее даже раньше беру. Вот здесь я ее беру. То есть у меня раз, два, три такта медленно на одной педали. И потом ре мажор. Такой вот. Хорцекст аккорд. Обязательно. Полифонично. Потому что средний голос. Два. Надо различать такты, которые пульсируют. Там, где нет фирмат. Медленная пульсация на три. Даже на раз и два. То есть на шесть можно. Но на три. Да. Здесь как бы во времени. Два. Три. Раз. Два. Три. И опять фирмат. Это вне времени. Это фирмат. Это выпадение из времени. Жду. Могу, кстати, дождаться и на той же педали сыграть. То есть вот эта пауза возникает за счет того, что затихает полностью. А педаль нажата. Потом здесь взял педаль. Здесь на той же педали. На той же педали. А потом субито пьянисима меняю. Причем накладываю. Смотрите, какой здесь эффект. Взял. Фирмата. Фордиссимо фирмата. Пьянисима кладу на предыдущий аккорд. И только здесь поднимаю ногу. И он выплывает. Вот так. Вот такие эффекты. И разрешаю на той же педали. И дальше тоже. Не меняю. Ничего не надо менять. Не меняется. До диез солирует. Я ничего не поменял. Вот я здесь поменял. И здесь раз, два, три, четыре. Сейчас посмотрим, сколько. Та же педаль, что и предыдущая. Разрешение. Пошел. Можно на одной. Здесь поменял только. А здесь не надо менять. Ничего. Никакой суеты педальной. То есть у меня педаль раз, два, три, четыре, пять, шесть тактов без смены. Все делается на одной педали. Руками выстраивается. А здесь. Причем я здесь честно. Для этого. Смотрите, что я делаю руками. Ну, это сомневанно тоже. Вот давайте еще раз попробуем. Здесь. Та же педаль. Не шелохнется. Никаких подмен, никаких четверть педалей, никаких полупедалей. Кладем пианисиум на то же. Не боимся смешения. Подняли высоко педаль. Слышали чистоту беспедальную. Нажали обратно. Разрешили. И дальше. Дальше на той же педаль. Берем пианисиум. На той же. Глубоко утопленный. Пошел средний голос. Второй палец. Крещендо. Пятый. Не меняем. Очень хочется поменять. Не меняем. Не меняем. Напряженный до диэс. И теперь я вот так вот перетягиваю. Вот так. Ундецим уберу. Здесь меняю. А здесь уже не меняю себе моль. И на той же педали кладу. Не нужно. Все успевает. Потом кладу этот до мажор. Сначала на педаль. Потом поднимаю. Очищается. Кладу на ту же педаль. Диссонанс. На третьей доле. Очищаю. Дальше. Си минор. На фа диезе. Поменял. Поменял. А здесь не надо менять. Протоксальным образом. Не надо менять. Не надо менять. И не надо. Последний удар. Не надо менять. Вот такая педализация. У меня здесь много вариантов написано. Вот сейчас я предлагаю здесь. Здесь меняем. Здесь не меняем. Здесь меняем на третьей доле. Меняем. Вот. У меня даже тут вариант, что я на одной. Ну-ка, давайте проверим. Давайте проверим. Значит, если я меняю здесь сейчас. Как бы. Не меняю здесь. Потому что очень сильный соль. Он закрывает с собой все. Ферматор. Кладем на мажор. Сначала целиком кладем. Не боимся. Поднимаем. Очищаем. Опустили педаль. Ударили. Поменяли. Поменяли. И вот есть вариант не менять вообще. Сейчас попробую. Отлично. Да. Можно вот с этого семинора до конца вообще не менять педаль. То есть мы вот отсюда. Значит, у нас до мажор. Вот мы почистили. На этот до мажор смело кладем фа диез, органный пункт. Синкопа. На третью долю меняем. Очищаем. Вот семинор. Очищаем. А дальше внутри фа диез играем 4 пьяно. Ничего не меняем. Не меняем. Не меняем. И ни в коем случае не меняем. Тогда будет свободный удар мощный. Е-е-е-е. Здесь я предлагаю взять у Шумана, из раннего Шумана, из абэк и из бабочек вот этот прием постепенного отпускания аккорда. Постепенного отпускания аккорда. И, наконец, фа диез остается. Можно еще мощнее сделать сейчас. Просто раньше начинаю. Снял педаль и отпускаю. Начинаю отпускать. Начинаю отпускать. Отпускаю, отпускаю. Си минор. Си. О. Кварта. О. Вот он фа диез. Сейчас нажимаю, и на этом фа диезе начинаю следующую. Кон Мортиус и Нигуа Мортуа. И не меняю уже. То есть, это надо записать как у Шумана. Это шумановский прием. А поскольку у нас эта картинка явно, так сказать, находится в диалоге с циклами Шумана, это хороший вариант. У нас здесь фантастический фа диез такой вылезает. И уже не меняя, начинаем. Я предлагаю играть 32-ми. То есть, така-ти-ка-ти-ка-ти-ка-ти-ка-ти-ка-ти-ка-ти-ка-ти-ка-ти. Кто-то предпочитает играть мелко, без счета. Нет, мне кажется, что фантастичнее звучит, таинственнее звучит Тара. Горвец даже доходит до крайности, играет такой вариант. Тара-па-па-пира. Это плохо. Это слишком кудряво. Нет, Муцарский точно написал 32-е. Поэтому там, там, два. Вторая половина такта нашей четвертевания здесь образуется. Поэтому раз, два, три. Раз, два. Как здесь можно работать? Здесь тонкости есть. Фа-дес. Вот одинокий фа-дес. Здесь вот не зря. Можно все это, конечно, на одной педали, но все-таки здесь вот тонкость полифоническая есть. Да, ну, я уже говорю, да, что у нас вот так вот, 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 вот сейчас. Так, 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 вот это. Кстати, можно еще вот такой сделать вариант с ми-диезом, потом отпустить. И на эту педаль. И так играем с этим фа-десом. Здесь может быть очень тонкая педаль. Вот такая, может быть, возможно, варианты. Можно на четверть, можно на две четверти. Но здесь на семиноре поменяли. Фа-дес. Наверное, поменять одинокий фа-дес. Фа-дес. Очень тихо. Моль-то мистериозо. Очень важно, что это раз, вспоминаем, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять, шесть, раз, два. То есть здесь внутри шесть четвертей, то есть два раза по три. Два раза по три. И тут связано с интонацией. То есть два, три. Я играю вот таким объединяющим движением по три. Объединяющим движением. Тоже по-во. И, кстати, педаль может быть такая. Может быть такая педаль. Раз, два, три. И здесь ферматочка. Ферматочка. Сколько хотим. Дальше. Соло первый пальц. Правая рука. Все время одна и та же. Три пьяные. А здесь меняется инструментовка. Первый. Вот очень важный ре-мажор. Пожалуйста. Имейте в виду. Многоголосие. Он ставит аж три штиля мусорские. Не поленился. Не ре-мажор просто трезвучий написал. А три разных штиля. Он полифонически мыслил. Все полифонично написано. Смотрите. Все разные штилы. И вот очень важный момент. Небесные звучания. Звездные. Опять возвращаемся в семинор. И здесь без всякой тяжести. Мольте. Не всякой тяжести. Без всякой тяжести. Очень хочется потяжелить. Не надо. Бас. Мистический. И вот здесь педаль. Внимание. И не меняю. Я не меняю здесь. Не меняю. Не меняю. Не меняю. Меняю. Арфа в левой руке. Вот здесь. Вот здесь такой штрих. Поменяли. Не меняю. Не меняю. Не меняю. Не меняю. Не меняю. Опять арфа. Штрих арфовый. Штрих арфовый. Прямо такое пицциката. Вот тихое. Это берем ре диез первым пальцем. Кстати, замечательно это было записано. Протитурно это было записано. Вот все это место. У Мусорского, я так понимаю. Это в издании Ламма. Здесь объединено. Объединено. А вот на самом деле Протитурная запись у автора. Поэтому все здесь видно. Вот. Значит, опять. Это я беру. Это ре диез я беру. Вот так вот. Первым пальцем ре фатис беру. Очень удобно. Два. Три. Не меняю. Не меняю. Вот здесь меняю. Не меняю. И кладу спокойно сюда же. Вот такая педаль. Смотрите. Вот фа диез. Потом на это кладется. Бурдон. Си. И потом спокойненько. Си мажор на это кладется. На два такта. Ничего не меняем. То есть взяли здесь. Поменяли. Здесь не меняем. Причем у меня глубоко утоплена педаль. На ту же самую педаль. Пианиссимо. Квинту. И спокойно. На ту же самую педаль. Не дрогнувшая нога. Кладем этот. Сколько нам нужно. Вот такое звучание должно быть. Это на той же. А здесь поменяли. И здесь тоже. Не меняем. Не меняем. Лишняя смена. Не меняем. Потому что бас органный пункт оказывается сильнее. Не меняем. И не меняем. Спокойно кладем си мажора. Акцент чисто все. И опять арфа. Каждая. И все. И до конца уже никаких смен. И наконец три флейты. Наверху. Три. Три. Три флейты. Первая. Вторая. Третья. Три. Да еще с колокольчиком. И здесь пульсируем. Пам-пам-пим-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А потом останавливаем. Фермата. И страшные супи. Та-м-м-м. И это мы уже в следующем ролике разберем. Субтитры сделал DimaTorzok.